Добро пожаловать, дорогие учёные Юга России, на наш традиционный круглый стол. Уже 19-й по счёту, посвящённый технологии получения высоких продуктивных устойчивых урожаев. Наука, то, о чём мы вчера с вами говорили, это двигатель будущего, без этого никуда не денешься. Но сейчас действительно такой высокий уровень, что если раньше инновации выходили, ну как сказать, штабелями, несколько могло, сразу за раз, то сейчас это может быть 2-3 в год вообще, я имею в виду в мире. То есть это стало реже, потому что трудней что-то вывести такое действительно инновационное, из-за высокого уровня уже достижений, которые есть. И поэтому от нас, да, с вами, наверное, требуется всё более такая ювелирная работа, чтобы применить вот эти вот знания, доточить и именно в своих условиях применить нужный элемент. И ценность вот этой инновации для нас постоянно возрастает. Потому что это уже не 5, не 7 центнеров, это может быть 1, 2, ну там максимум 3, потому что на высоком фоне проценты получать сложнее. Поэтому становится наращено наиболее ценно вот эти вот рекомендации, которые мы с вами формируем, используя вот те инновации, которые есть сейчас в мире, и с чем мы тоже готовы со своей стороны поделиться. И будем признательны за то, что вы поделитесь. И главное, чтобы это работало в наших условиях. Поэтому мы уделяем внимание технологии, мы вот продолжаем, да, надеемся, вы нас тоже в этом поддержите. Но мы никогда не говорим об этом в отрыве от совокупной технологии, от подбора сорта, от обработки почвы, подкормках, да, об агрохимии. Ну и всё, что, в принципе, всё, что нужно для поля. Поэтому мы в этот раз хотим сделать такой формат. Он получится как бы 4 секции, и каждую мы глубоко хотим проработать. И с точки зрения физиологии, с точки зрения, ну, я говорю, почва, ну, это как бы всё вместе, и питание, да, и защита отдельно, вот, агротехника. Хотели бы вот это разобрать, чтобы действительно, как бы, комплекс найти с пониманием технологии, что она нам даст. Конечно, мы не должны уйти во вчерашний день с нашими технологиями. Потому что территория у нас на порядок больше, чем у любой из этих стран. Почвенные разности огромные, и зависимость от погоды потрясающая. Мы её сейчас выровняли за последние 20, по крайней мере, лет за счёт технологий. Если сейчас это снизить, этот градус, перейти с евро 4 на евро 1, евро 2, так вот, по автомобилям судить, это значит, мы будем сильно страдать. Наше сельское хозяйство будет очень сильно зависеть от всплесков. И никогда против этих всплесков не сможет ничего противопоставить. Все наши успехи благодаря технологиям, благодаря хорошей выучке и вот такому сообществу, которое сидит и иногда встречается и вырабатывает какие-то рекомендации друг для друга. У нас валовые сборы растут. Это от чего зависит? В первую очередь, конечно, это технология. Селекционеры скажут, нет, это мы, это сорт. Сорт, если такие крайние точки взять, очень сильно тянет урожай вверх. Но современные сорта, если сравнивать, ну, они все разные, да, у них очень высокий потенциал урожайности, и он раскрывается только при технологии, при четкое соблюдении технологии. Мы сейчас не разделяем сорт и технологию. Каждому полю свой сорт, свою технологию. Без этого никак. И вот мы получили очень огромные валовые сборы. Конечно, сегодня говорили, что переходящий запас большой, цены нет. Но мы, как агрономы, должны настраивать себя на повышение высокого урожая. Тут никак не пойти. Что касается увеличения урожайности, то, как мы видим, по пятилеткам в этом веке она постоянно росла. Это и сорт, и технологии чуть-чуть все добавляют. Что касается урожайности этого года, конечно, он не рекордный, но он достойный. И все районы, которые у нас давали очень высокую урожайность, и эта урожайность обеспечена огромнейшим количеством сортов. У нас есть семеноводство огромное количество сортов разных культур. Поэтому это наш успех. Мы делаем разнообразие, вот как в природе разнообразие, мы делаем сортами разнообразие искусственное. И в нашем крае 99,9% это наша отечественная селекция. Что помешало нам получить еще более высокий урожай? Если вспомнить зиму-осень, то получается, что было сухо. Осенью было сухо, мы ждали всходов. Зимой было сухо, всходы и тепло не развивалось. Были мышевидные грызуны, все это вредило. Запасы влаги были низкие, мы думали, что урожай будет ниже. Но потом пошли дожди. Май, и все лето практически нам дожди, дожди, дожди. Это привело к тому, что нарушения приемов внесения, сроки не соблюдались. Были переросшие растения, густые цинозы. Во время созревания была паркая погода. Это как пшеница, она варилась. Она не созревала, она варилась. Когда слишком большая влажность, отток колосу пластических веществ, он затрудняется. Это все работало на снижение урожайности. Дальше фитосанитарная обстановка нарушилась. К концу фузыроз очень сильно нам начал вредить. Просто некоторые сорта, которые мы допускали на такие опасные предшественники, как кукуруза на зерно и другие фузырозно-опасные предшественники, они не справились с этой задачей. Потому что очень было много остатков. С весны мы видели и мучнистеросу, и септариоз. Потом желтая ржавчина пошла. Болезней было очень много. И в том году две обработки очень хорошо работали. Ну тут также я сказал, что мышевидные загрузины. Гербицидный токсикоз. Это наблюдалось в зимний период, потому что не было промывного режима. Растения страдали от тех гербицидов, которые были в почве. Мы это наблюдаем все чаще, чаще, чаще на полях. Особенно по некоторым, по сути сои, там жесткие гербициды. И вот что самое, запаздывание снесения гербицидов по самой пшенице. Мы наблюдали очень сильную стерильность у многих сортов. Особенно Алексеевич, Мирязевка, Школа, Таня, интенсивные сорта. Все мы видели стерильность и отсутствие зерен в верхушке колоса. Это тоже влияло на снижение урожайности. Как увеличить урожайность? Конечно, я сразу говорю, это сорт, это технология. И самое главное, это четкое соблюдение всех мелочей. Сейчас в сельском хозяйстве, чтобы получить высокий урожай, мелочей не бывает. Именно в мелочах кроется истина. За счет сортосмены, сортообновления мы тоже можем поднять урожайность. Потому что современные сорта, они лучше. И вот если посмотреть, за последние 6 лет мы тренировали или испытываем огромное количество сортов. Наши производственники, они уже от нас требуют новинки. Если мы что-то не удаем, они говорят, дайте нам новенькое. Чем более высокая планка, тем преодолеть ее все сложнее, сложнее, сложнее. И поэтому мы уже пошли адресно к каждому полю нишевые сорта, которые могут занять в той или иной зоне определенные площадя. Красным цветом это те сорта, которые уже внесены в реестр на этот год. И заканчивают сорты испытания новые сорта. Мы надеемся, они пройдут достойное испытание и будут возделываться на ваших полях. Весна пришла, уже надо носить подкормки, надо ухаживать за нашими посевами. Как сегодня сказали, посевы в очень хорошем состоянии. Не считай, что потопление есть. Но я бы сказал, что с дороги, когда на большой скорости едешь, хорошее поле. Но когда зайдешь, есть переросшие поля. Это плохо. Поэтому надо адресно подходить к каждому полю. И что будет в этом году? Израстание растений. Оно присутствует. Болезни. Они уже есть. Потому что мы сейчас смотрим на полях уже септориозы. И мучнистая роса уже присутствует. Дальше в таких плотных цинозах они будут только усугубляться. Особенно мучнистая роса, она будет просто процветать. Количество зимущих сорняков сейчас огромнейшее количество. И они уже в продвинутой фазе. Поэтому гербициды должны быть все-таки надежны и защищать нас от сорняков. Подтопление. Сложности проведения агроприемов. Это, наверное, в этом году будет. Уже мы это видим. Потому что на некоторые граммы просто не можем зайти и внести удобрения. А это будет снижать урожайность. Еще актуально. Вымыты и использованы растениями азот. Растения у нас в этом году не уходили в зиму. Они росли всю зиму, вегетировали. Даже когда снег выпадал, они все равно вегетировали. Корневая система сейчас растет вторично, великолепно. Уже корышки выросли 5-6 сантиметров. Из-за того, что растения росли, они взяли часть азота на рост. Плюс большое количество осадков. Нитраты вымылись в двухметровый слой. Сейчас в верхнем слое почвы азот нитратный стремится к нулю. Там даже не одна целая, а ноль целых и стремится к нулю. Поэтому сейчас растения уже начинают голодать. Поэтому подкормки должны быть дробными. Обязательно дробными и большими дозами. Сразу большие дозы не используются. Они могут и вымыться, если будут дожди. Но растения не сможет сразу все использовать. Значит, мы сейчас должны иметь на полях тысячи-полторы тысячи побегов. Тысячи это крупноколосые сорта, полторы тысячи это кустящийся сорта тип. И чтобы к моменту уборки мы имели 700 тысяч колосев на квадратный метр. Это будет при средней массе колоса около 100 центеров. Но чтобы получить, надо поработать. Первый азот на подкормках. Она проводится уже сейчас. На что она очень сильно влияет? Мы очень сильно сейчас влияем на кущение. Поэтому тут надо осторожно. Слабые посевы мы в первую очередь кормим. До кустить. Сильно развитые, раскусившиеся. Поддержать, чтобы не было сброса голодания. Поэтому небольшими дозами. На число колосков в колосе и содержание белка это, конечно, очень слабое влияние. Современные сорта растут очень при низких положительных температурах. 1-2 градуса уже начинается рост. Тем более наши сорта, они не впадают в глубокий покой. Они растут всю зиму, набирают биомассу. Поэтому оптимальная температура это среднесуточная 2-3 градуса. Максимально 6 градусов. В этот момент наиболее оптимально используются одобрения. И вот в условиях этого года мы рекомендуем проводить подкормку не раньше 20 февраля. Первая азотная подкормка это все-таки должна быть нитратная форма азота. Потому что она легко используется. Она не токсична для растений. Она легко передвигается к корням. Если аммонийный амидный азот сейчас не используется, потому что холода нет, активного роста, нет ассимиллятов, то нитратный азот это старт. Сейчас надо именно обратить внимание на нитратную форму азота. Из удобрений это аммиачная селитра, на наш взгляд, самая оптимальная. Можно кальциевую селитру использовать. Ее надо в 2 раза больше, действующие существа меньше. Она хорошо работает, особенно на подкисленных почвах. У нас в крае такие почвы и есть. Такие, как сульфат аммония, мочевина, сейчас она работать не будет. Это отложенный азот. Но натриевая селита, она хоть и бы содействующая, но она на пшенице, это все-таки не сахарная сока, где она будет работать лучше. Нормы. И дозы внесения удобрения. Конечно, это по почвенной диагностике. Сейчас, я как сказал, содержание нитратов в почве у нас очень низкое. А состояние посевов хорошее. Возобновение гибитации, оно и не прекращалось, оно раннее. Поэтому на эти цифры надо ориентироваться, выносить больше, но дробно. Что касается сортового различия, то у нас несколько моделей есть. Есть кусящийся сортотип и есть крупноколоссы. Если мы эти крупноколоссы, колоссостой перемножим, мы получим такой показатель, как емкость циноза, это количество зеренок в квадратнометре. Он очень хорошо колерирует с урожайностью. Причем, колерирует с урожайностью на протяжении длительного времени. Если посмотреть заряд лет, практически 80% урожайности зависит от этих двух показателей. От массы тысячи зерен, которая третья, если мы перемножим на массу тысячи зерен, мы получим урожайность. Нет тут большой зависимости. Тут даже некоторые года она отрицательна по некоторым сортам. Здесь представлен сортотип. Кустящийся сортотип, крупноколоссый сортотип. Везде на всех сортотипах этот показатель высоко колерирует с урожайностью. Высокорастение тоже здесь, она тоже будет выносить. Потому что Таня, короткостебельный, Гром, полукарликовый сорт, они низкие. И это же по сортовой гротеснике, где у нас много сортотипов. И просто в этот момент мы снижаем их стату растений. И вот на этих сортах, конечно, если биомасса есть, оно больше дает урожай. За счет подкормок. Мы наращиваем биомассу за счет подкормок. И вот здесь показана группировка наших сортов по вкладу в емкость циноза. Это крупноколоссый сорта. Здесь красным цветом, кстати, это сорта, которые внесены в госреестр в этом году. И сильно кустящиеся сорта. Крупноколоссый сорта требует... Основную массу внесения дозы азота – это вторая подкормка во время выхода трубку. Сильно кустящиеся. У них интенсивная архитектоника. У них прямо стоячие листья. Их можно загущать, такие как Гром, как Тимиряйзика 150. Они очень хорошо отзываются на первую подкормку. Мы поправки вводим. На 30% для кустящихся сорта типов первую подкормку. И на 30% для крупноколоссых во вторую подкормку. Надо начинать подкормку со слаборазвитых посевов. В этом году их нет. Они есть, их мало. Но чтобы они не снижали нам общую картину, надо начинать именно с этих посевов. Также надо начинать подкормку со скороспелых сортов. Они уже интенсивно растут. Быстрее трогаются в рост. Они требуют больше азота на первых этапах, потому что они раньше испытывают голодание. Если поздние сорта, они еще сидят, они еще раскачиваются, то эти растения уже растут. Особенно есть такие сорта, которые Кубань. Он созревает уже 15-16 июня. Очень короткий период. Наиболее отзывчивые на удобрение – это полукариковые сорта и короткостебельные. Потому что они устойчивы к полеганию, они низкорослые. И они отдают прибавку урожаев выше, чем высокорослые, которые просто при избытке азота будут полегать и снижать урожайность. Поэтому в первую очередь это короткостебельные и полукариковые сорта. Здесь это линейка наших сортов по высоте растений. Сроки проведения второй азотной подкормки – это накануне фазы выхода в трубку. Многие говорят, что я сейчас покормлю, через 2 недели еще раз покормлю и на этом остановлюсь, потому что там другие работы будут. Нет. Это хозяйство, которое будет наращивать только биомассу. Вторая подкормка – это через месяц после первой. Календарно в нашем крае – это первая декада апреля. Она очень важна для крупноколосных сортов, потому что именно в этой фазе формируется именно колос. Как здесь показано, очень сильное влияние на колос, на колосостой. Почему на колосостой? Потому что те победы кущения, которые мы уже нарастили, они не сбрасываются. Мы сохраняем их второй подкормкой. Поэтому даже густые посевы во вторую подкормку требуют больше азота, чем даже в первую. Число зиорин, колос, сильная связь, особенно для крупноколосных сортов. Хочу обратить внимание на формирование первого-второго междоузоля. Особенно в условиях этого года, когда влага в почве есть, будет вытягивание этих междоузлей. Это приведет к полиганию. Поэтому мы рекомендуем и всем хозяйствам рекомендуем в этом году применять обязательно ретарданты. Обязательно запланировать и применять ретарданты. Вторая подкормка проводится по листовой диагностике. Оптимальное содержание азота в почве 4%. В зависимости от этого мы дозу подкормки корректируем. При второй азоте подкормки потребность плотных посевов выше, потому что надо накормить все побеги, чтобы не было сильного сброса. Третья подкормка – это все-таки содержание белка. Это на качество. Сейчас должны быть приоритеты, тренды на качество. Поэтому мы проводим его во время налива зерна, мочевидной. Добавляем микроэлементы, особенно серые, потому что способствуют усвоению азота. К сожалению, на массу тысячи зерен мы повлиять никак не можем. Это один из элементов структуры, но это консервативный признак. Мы не можем на него сильно повлиять. У нас большой набор сортов, качественных сортов, которые будут давать вам сильную пшеницу, ценную пшеницу. У нас нет практически сортов, которые филеры. Есть и хорошая аэротехника, все соблюдаются. Процессы технологические – это будет хорошая, сильная или ценная пшеница. С хорошим содержанием белка и клейковины. Особенности погоды, как уже сегодня сказано было, это первые осенние, зимние, это было недостаток влаги. Потом нас залило так, что мы имели огромное количество влаги с февраля по июль. Огромнейшее количество. Это все снижало урожайность. Мы увидели и септориоз, и фузерез колоса, листовой ожог, корневые гнили. И вот эта карта, западно-дельтовая зона и предгорная зона, там просто фузерез у нас процветал. Нужны были обработки. Но обработки на какой фазе? Если это поднеспелый сорт, и ему еще долго сосозревание это было оправдано, а если скороспелые сорта, и они поразились, наоборот, надо было их подсушивать, чтобы они быстрее созревали, иначе было бы еще больше развития фузереза. Этому способствовало огромные запасы инфекции, особенно по таким причинам, как кукуруза на зерно. На растительных остатках фузереза очень много. Нарушение севооборотов, интенсивное выпадение осадков, инфицирование поверхностного слоя почвы. Мы довели почву до того, что там уже кроме фузереза почти ничего не находится. Очень мало других грибов, которые бы его уничтожали. Это тоже надо задуматься нам на будущее, что мы оставляем нашим детям, будем почву выздоравливать. Не со временем внесения гербицидов привело к открытому цветению. Мы видели стерильность, а открытое цветение – это ворота фузереза колоса. Чем более длительный период цветок открыт, тем больше фузереза туда возможности проникнуть. Сначала мы этого не видели, вроде бы все было спокойно, но потом, когда вошли дожди, мы увидели эпифитативную ситуацию. Также мы видели микродохиум, особенно после цветения на листьях, просто-напросто листья усыхали. Была такая влажность, что очень много было, и вроде бы хорошие посевы. Я про наши незащищенные делянки говорю, которые специально оцениваются на этом фоне. Не то, что в производстве. Производство там защищается, там не было такой картины. Но мы наблюдали у себя на делянках очень эпифитативную ситуацию. Что сейчас мы имеем? В том году у нас зима-осень была сухие, то сейчас наоборот. Мы всю зиму у нас поливаем. Вроде запасы влаги хорошо. Но с другой стороны, пшеница, если есть большие запасы влаги, она корнями глубоко не идет. Корни сверху, а это чревато. Питание мы дадим, оно сверху. Корневая система вглубь не пойдет. А у нас все-таки Кубань, у нас жарко. Если придут суховеи, мы можем очень сильно не добрать урожай. Причем в некоторых районах до 4% выпадение осадков. Что делать? Просто надо сильно не наращивать биомассу, избыточную биомассу. Избыточная биомасса в этом году может сыграть злую шутку. Оптимальное развитие растения биомассы, мощный инфекционный потенциал у нас. Никуда он не делся, к сожалению, мы это видим. Что может вызвать эпифитативную ситуацию? В этом году мы уже рекомендуем сейчас выход из зимы, как только дадут температуру, делать первую профилактическую обработку. Невзирая ни на что, надо делать в этом году искореняющую... Не надо ждать добротения гербицидов, надо сделать ее отдельно, эффективно. Очень много мы септориоза уже видим, мучные соросы мы сейчас уже видим. Очень много корневых прикорневых гнилей в этом году будет. Конечно, с корневыми гнилями бороться очень сложно, иногда даже невозможно, но обработкой надо все-таки иммунный статус растения приподнять, чтобы оно само боролось. Крепкие растения все-таки сопротивляются лучшим. Развитие септориоза, причем септориоз у нас не только... Ну, основная это тритицы, а так у нас весь линейка в разных пропорциях, разные года, разные пропорции, но она все присутствует в цинозе. Здесь показывают наши сорта, которые устойчивы к секториозу колоса. Это илиада, граф. Они не требуют обработки после этой болезни, они устойчивы. Но есть и сорта, которые среднего спримчатого спримчатого спримчатого. Обязательно надо их обрабатывать от септориоза. Осенью мы видели на диких злаках и на пшенице развитие желтой ржавчины. Причем, относительно от бурой ржавчины, желтая ржавчина развивается стремительно. Вроде бы, из захлона поля ничего нету, через 2-3 дня кулига там, кулига там, через некоторое время поле уже желтое полностью стоит. И оценивая наш материал, то 46% это спримчатого сорта, в 19% это устойчивый сорта тип и среднеустойчивый это 35%. Здесь показаны сорта, которые обязательно нуждаются в защите от этих болезней. От бурой ржавчины, от желтой ржавчины, от септориоза. Они каждый год сильно поражаются этим болезням. Поэтому обязательно надо это учитывать. И по эти сорта надо мониторить в первую очередь именно по этим болезням. Здесь гром, это и среди бурой ржавчины. Сфудырёв колоса в этом году тоже нельзя игнорировать, потому что инфекции много. Надо уже научиться с ним жить. Мы его победить не сможем, надо уменьшить его проявления. Сортами или химией мы побороться с ним не сможем. Это только комплексный подход. У нас есть очень огромное количество сортов. Мы их создали. Это наш генофонд собственной селекции. В мире это тоже большая проблема. У нас есть несколько пулов таких по устойчивости. Это вот в Китае, это сорт Сумай-3. В Южной Америке, в Европе сорта Фронтана, Арина. Но эти сорта не отвечают требованиям современного производства. Это высокоростные, рыхлоколосые, остистые сорта с низкой устойчивостью к полиганию. Они с низкой урожайностью. Да, они устойчивы. Но нам такие сорта не нужны. Мы их используем. На их базе уже создан материал. Но мы создали свой пул. Мы назовем его краснодарским. Потому что абсолютно устойчивых сортов фузареза колоса нет. Но относительно устойчивые, которые меньше всего поражаются, они есть. Их надо использовать. И мы их рекомендуем для предшественников кукуруза на зерно. И других фузарезоопасных предшественников. Вот эти сорта, которые мы рекомендуем. Которые мы допускаем. Но требуется защита в эфитотию. И те сорта, которые категорически запрещено сеять по фузарезоопасным предшественникам. У нас есть сорта, которые для высокого агрофона. Вот они сорта. Они без химической обработки просто не выращиваются. Их надо, особенно на высоком агрофоне. Какая бы устойчивая, неустойчивая сорт была, его надо защищать. Обязательно. Для среднего агрофона есть сорта, которые имеют хорошую устойчивость. И с учетом степени устойчивости надо смотреть, планировать защиту или нет. На бедном агрофоне есть сорта, которые мы не защищаем. На бедном фоне болезней нет. И их невыгодно защищать. Причем эти сорта, они эритрерантные или устойчивые к многим болезням. Вот наши сорта. Их характеристика по устойчивости к болезням. Есть такие сорта, которые устойчивы к многим болезням. Абсолютно устойчивых сортов ко всем болезням нет. Хотя все селекционеры, они работают на универсальный сорт. А мы хотим и устойчивость к болезням, и качество, и урожайность. И все, все, все. Но надо смотреть правде в глаза. Это совместить в одном организме. Это невозможно. Особенно есть такие признаки, как качество, и урожайность, которые просто калилируют отрицательно между собой. Еще одна проблема в крае у нас. Это игилопс. Тут, конечно, это родственник пшеницы. Мы даже с ним скрещиваем. Он скрещивается. Относится к трудноотделяемым примеси. Особенно он актуален в тех районах, где применяют нулевые технологии, где нет традиционной обработки почвы. Гербицидов против этого препарата эффективных нет. Еще раз про гербициды. Все-таки в этом году опять возможно нарушение сроков внесения из-за погодных условий. Поэтому если будут сейчас возможны заморозки небольшие. Во время заморозков гербициды внесить нельзя. Растения в холодовом стрессе, поэтому это может их еще больше угнетать. В крайних случаях даже и убить. Надо использовать более мягкие гербициды, если не успеваете, или вовремя их вносить. Поднимался вопрос по многоядным вредителям. Насколько я считаю, это актуально. Именно актуально почему, я сейчас поясню. Вот саранчевые, да, все знакомые, все знают. Но ситуация та, которая складывается у нас последние 3-4 года, в крае очень сложная. Особенно сложно складывалось это 23-й год, когда непосредственно саранчевая, азиатская перелетная саранча, она вышла из-под контроля. Каким образом? Были массовые вылеты ста из плавневой зоны. И сейчас уже у нас саранча в 11 районах края, в 5 ресосеющих районах. Вот, поэтому, если раньше мониторили и хозяйственники, и специалисты Ростельхозцентра непосредственно по тому зимующему запасу, где отложили и знают кубышки, вот, непосредственно в 24-м году возможны угрозы и проблемы в каком плане. Потому что разлеты стаи на огромной территории произошло, огромное расстояние. И куда отложила? Основные они, как бы мы знаем, и знают специалисты хозяйств. Но те, которые далее не учтенные, они могут появиться везде. И почему здесь угроза? Угроза, если ранее составляла это в основном пропашно-технический на рис, рис излюбленная, да, культура для саранчевых, то в 24-м году это могут попасть и озимые колоссовые. Поскольку от рождения у нас в мае, и были такие, как бы, случаи в 23-м году, когда уже пшеницу, вот, уже в фазе молочной, восковой спелости приходилось обрабатывать, придерживая срок, вот, это ожидание по препаратам. Поэтому тоже озимые могут быть, как бы, под угрозой повреждения и пропашно-технические, и рису. Следующий вредный объект из многоядных – это мышевидные грызуны. На что хотелось бы обратить внимание, на то, что, если кардинальная ситуация с уровнем 23-го года, она другая, фаза развития другая, интенсивность размножения, численность другая, но в то же время сохраняются эти кулиги, сохраняется численность на отдельных пассивах, да, ситуация на каждом пассиве, она разная на каждом поле, но в то же время сделаны вот это реальные фотографии буквально за 10 дней, когда вот были потепления и возможность более обследовать посевы. Есть с численностью 200-300 жилых нор на озимых, да, на многолетних, там, до 1000 жилых нор. И эти посевы, это с численностью этой, которая преобладает высокой, они должны быть выявлены и отработаны. Почему? Потому что в весенне-летнем мы прогнозируем подъем численности. И будет ситуация, лет 7 назад была такая ситуация, когда не обращали, когда остались недообработанные посевы с, можно сказать, невысокой, да, там 200-100 жилых нор на гектар. Но потом уже к уборке это количество было и 1000 жилых нор на гектар. Поэтому прогнозируем подъем численности и уделить как бы более такое пристальное внимание на контроле. Из специализированных вредных объектов это вот зимний зерновой клещ. Последние годы, да, мы наблюдаем, и вы наблюдаете, хозяйственники, что идет вредоносность, наблюдается и в осенний период, и в зимний период, при температуре положительной, а у нас зимы практически как бы нет в крае. И наблюдается вредоносность зимнего зернового клеща. И в осенью 2023 года, и вот в зимний период, это также в этом году как бы актуально. Проблема с данным объектом не на всех полях. Это отдельные поля, но их надо выявить, мониторинг. Поэтому непосредственно вот по данному вредителю его очень как бы проблемно выявить. По повреждениям можно, потому что найти так очень в этой вегетативной массе сложновато. По повреждениям, уже когда численность, вот отдельные годы она была и в осенний период, до 150-200 экземпляров, уже по повреждениям можно определить. Это серовато-беловатый такой как бы цвет растений, и верхняя макушка, она схожа как бы с повреждениями, подмерзаниями. Многие путают, и когда специалисты выезжают, уже непосредственно на посевы, смотрят там, да, вот зерний, зерновой клещ. Поэтому из специализированных вредных объектов на вот эти вредители обращать внимание. По комплексу вредителей будет актуально этот комплекс вредителей. На что хотелось бы обратить внимание, что эти все объекты будут. Важен мониторинг, непосредственно определиться фазу и наличие вредных объектов. Это и сосущих вредителей, и галец, это и пшеничная комарика, и седельная галец. Последние годы, это 21-й год, когда фаза совпала, фаза лёта, фаза калашения, и было интенсивное поражение седельной галецой. Это тоже в этом году будет актуально. И на что хотелось бы обратить внимание, а здесь сидельная, да, буквально два слова, на карантинные объекты, являющиеся карантинными для стран-импортеров. То есть здесь присутствуют холдинги, крупные хозяйства, которые отправляют свою продукцию на экспорт. И существующая эта дорожная карта, подписанная заместителем министра сельскохозяйства Российской Федерации Разиным, и её как бы обязывают и муниципальное образование, и сельхозтоваропроизводителей, и выполнение. То есть продукция, вся продукция сельхоз, которая отправляется на экспорт, она должна быть чистой, освобождённой от вредных объектов, являющих карантинными для стран-импортеров. А туда входит список большой, он есть на сайте Российской Федерации Центра. Входят такие вредные объекты, всем знакомые, как и вредная черепашка, как и тут же септориоз, та же и ярудка, и там на трёх-четырёх листах более 40-50 наименований этих карантинных объектов, являющихся для стран-импортеров. В связи с потеплением климата происходит в целом, происходит нарастание численности насекомых, сосущих насекомых, насекомых с кольжи-сосущим ротовым аппаратом. И значимость, и вредоносность их увеличивается. Поэтому здесь и получается так, что у нас меняется качество зерна, и связано это с питанием от перечисленных уже вредителей. Это и пшеничная галица, это клофредная черепашка, это тли, это трипсы и другие насекомые. Ну, среди вот всего набора известного для всех у нас в агроцинозах, начиная с 2019 года, появился новый вредитель, и вредоносность которого обнаружена была во время уборки в 2019 году. В зерновой массе уже при уборке обнаружилось большое количество таких оранжевых личинок. Это было впервые. Вообще, в принципе, с 2010 года в европейских странах произошло нарастание численности седельной галицы. Она повреждает все зерновые культуры, но большей частью наносит вред пшеницы, ячменю, повреждает также овес. Седельная называется от седла, седло. В местах питания личинка образуют такие вот седловидные галлы, образуют. Из биологии. Для наших условий еще полностью не все изучено, только на начальном этапе изучения находим. Но в целом, все равно, слава богу, вредитель развивается в одной генерации. Зимуют в фазе куколки в почве. В период появления флаг-листа наблюдается лед и мага. Лед непродолжительный. Но, как характерно для всех галлиц, они летают в сумеречное время, и лед не очень заметен. Но вы знаете, лед пшеничного комарика еще более или менее он ясен. Здесь же, откровенно говоря, неясно, много ставило ловушек в разные периоды, но массового лета я пока не обнаружила. Может быть, срок не подходил. И что он, в общем, это изучается пока. Но, как бы там ни было, при появлении флаг-листа наблюдается лед и мага. И мага откладывает яйца за влагалище листа. От родившейся личинки внедряются в стебель и повреждают, и начинают, и образуют вот эти седловидные галлы. В чем проявляется вредоносность? То, что если еще для отдельных растений еще не вышел колос, и он может не выйти при сильном повреждении. Вот. Или недостаточно будет развит, и вредоносность, соответственно, связана вот с этим. Какие условия более подходящие? Это численность свидетелей обозрастает тогда в прохладную и дождливую весну. Вот, исходя из прогноза этого года, то сложатся такие благоприятные условия. Поэтому, и исходя из того, что срок лета наблюдается в фазу появления флаг-листа, вот в это время нужно проводить обработку. Вот. Потому что позже, уже когда будут отложены яйца, все, мы уже там не достанем личинок, и будут уже проявляться повреждения. По последним требованиям нужно, чтобы зерно не было повреждено вообще сосущими вредителями. Да, я упустила еще. Элия остроголовая. Численность увеличивается. Ну и не только. Это основные уредители. Есть еще другие виды клопов, которые также практически так же, как повреждают, как лоб бледная черепашка. Но в комплексе может получиться так. Я этот вопрос поднимала. Потому что численность клопа черепашки низкая, а поврежденность все равно есть. Вопрос возникает. А почему? Почему так? А потому что это, может быть, и Элия остроголовая побеждает. Этот вопрос сто лет не изучался. На секции единогласно было решено, что проблемы этого года, конечно, кроются в проблемах прошлого года. Инфекционный запас, который был сформирован в прошлом году и который перешел на этот год, демонстрирует активно огромное количество патогенов. Самое важное в данной ситуации выбрать из того видового состава, который есть, и принять решение, когда правильно проводить первую обработку. Значит, на секции четко было определено мнение, что первая обработка должна быть связана на снижение инфекционного запаса, фазу кущения и защиту растений именно в этот период, когда закладываются будущие генеративные органы. Еще одна проблема, связанная с выбором фазы проведения мероприятий, связана с тем, что растения не все входят одинаково во все фазы развития. И если мы говорим о том, что у нас основной патоген прошлого года был фузариум, который развивался не только на юге России, но и во многих регионах страны, то выбор правильного срока применения фунгицидов определяется состоянием поля. Рассматривая возможность все-таки вот нивелирования этих фаз развития, мы приходим к выводу, что применение регуляторов роста позволяет выровнять посевы и вход в фазу, когда колоссия находятся более-менее на одном уровне и все вступают в один срок в цветение. Потому что наличие пыльников является как бы определяющим фактором для начала заражения фузариозом. Я просто хочу пояснить, вот с этого места вначале я выступал о том, что у нас не просто проблема с пузыревом, она, во-первых, бывает никак. В этом году стоит, может быть, по всем вот тем запасам, которые есть, а проблема вообще с качеством зерна. И она связана с неоднородностью. Мы сегодня гонимся за урожаями и достигаем их с помощью высокого продуктивного кущения. Вот посмотрите, здесь в одно время есть и вот такие колосочки, есть уже и отслевший колос и так далее. И я считаю, что в это время всю технологию, технологию всю надо пересмотреть. И начиная от нормы, может быть, высева, затем подкормок, регуляторов роста, все направлять на то, чтобы созревание шло более одновременно. И вот мы хотели бы обратить внимание участников на то, что непопадание именно в ту фазу, по чем ориентироваться? По этому или по тому, который уже отцвел, понимаете? И в это время возникает огромное количество непопаданий, низкая эффективность, а галочка стоит, я отработал, и деньги потрачены. Причем на недешевые препараты потрачены. А потом догонку еще одним препаратом, вторым, а уже поезд ушел. И само качество. Вот если там есть возможность получить хорошее качество, хорошую наполненность белком и так далее, то подгон всегда обречен, если не выровняет, подгон всегда обречен на более низкое качество. И вот этот урожай, он может быть не всегда однородным. Поэтому считаю, что мы должны сосредоточиться на выработке рекомендаций, как достичь невысокого урожая, самого высокого, рекордного. Нам они не нужны. Я уже вначале говорил. От нас не ждут самых рекордных. Нам надо выходить больше процентов тройки, устойчивой четверки, тройки. А это можно сделать за счет, в том числе, всех мер, которые учитывают одновременное созревание. Говоря, наверное, о видовом составе, необходимо сказать, что большую опасность в условиях этого года вызывает прикорневые гнили. Уже на многих посевах у нас отмечено появление гибелиноза, прошлогодний большой запас циркоспореллы. И вот в своих рекомендациях мы прогнозируем появление корневых-прикорневых гнилей. И, естественно, необходимость проведения профилактических защитных мероприятий в фазу конец кущения, начала выхода в трубку. Что касается желтой ржавчины, иногда бывают годы, когда в фазу кущения очень большая вспышка этого патогена в дальнейшем не имеет интенсивного распространения в связи с тем, что обильные сильные осадки вымывают просто споры, перебивают в земле и таким образом как бы сдерживают вторичный всплеск развития болезни. Говоря о прогнозе холодной затяжной весны, можно предполагать, что да, эти условия подходят для развития желтой ржавчины. Прошлогодний высокий инфекционный запас септериоза и перонофороза тоже прогнозируется проявлением в этом году. Учитывая еще, что различные виды, вот как Владимир Владимирович говорил, различные виды септериоза поражают посевы на юге России, которые требуют различных погодных условий, у них требования разные, и поэтому связано с тем, что очень широкий период вегетации растения подвержен заражению именно разными септериозами. Если на первых этапах это септория третицы, то по мере роста растений это и трицепола, может быть, и зимная, в общем, разные виды септериоза. Поэтому мы говорим о необходимости защищать, естественно, флаг лист, и по-прежнему остается угроза фузариоза колоса, и мы делаем акцент на защите именно фазы колошения, цветения. Важно отметить, что многие сорта прошлого года наблюдали полигание, и применение регуляторов и стимуляторов роста, рекомендую фазы, позволило растениям выстоять в этих тяжелых условиях более низкорослые, с толстой соломиной и менее поражаемые прикорневыми гнирами. В единый перечень карантинных объектов ЕАЗС вошла как раз-таки карликовая голавня. Почему я поднимаю для нас? Потому что для нас это эндемик. Мы его знаем, Ставропольский край и Краснодарский край, мы знаем этот объект. А в Центральной России с этим объектом, к сожалению, знакомы мало. И вот возникла такая ситуация с организацией Росельхознадзор, которая, анализируя партии семенного материала, обнаруживает споры, телеоспоры, обнаруженные методом смыва и центрифугирования, и ставит диагноз «карликовая голавня». Но это спорный диагноз. Поскольку обнаруживаются споры методом обмыва семян и центрифугирования, в поле зрения микроскопа они выглядят как просто сетчатые телеоспоры с характерной формы, но мы не можем четко сказать, что это карликовая голавня. А для того, чтобы поставить грамотный диагноз, получается, необходимо найти больные растения в поле. И прежде всего, мы даже учитываем неморфологические признаки больного растения, потому что все, что мы имеем в описании в классических литературных источниках, это карликовое сильное окущение. Но с тех пор, а это источники 60-х годов, ассортимент-то сильно изменился, технология сильно изменилась, даже избыточное внесение азотных удобрений тоже может повлиять на проявление морфологических признаков больного растения. И здесь мы должны обращать внимание на комплекс таксономических признаков возбудителя, начиная с формы, размера головневого мешочка, характера оболочки. Затем мы должны рассмотреть цвет споровой массы, потому что у карликовой голавней, например, у той же самой твердой, это будет совершенно разный цвет споровой массы. Я считаю, что для нашего Юга России очень важно рекомендовать сельхозтоваропроизводителям все-таки обратить внимание на эту группу болезней и обязательно провести обследование, обратиться в соответствующие компетентные организации, которые позволяют поставить диагноз. То есть надо искать именно больные растения в поле, отбирать эти гербарные образцы, обращаться в тот же самый Россельхозцентр, в Россельхознадзор, для того, чтобы мы понимали фитосанитарную ситуацию непосредственно у нас на юге Российской Федерации. Потому что когда в нашем зерновом материале обнаружат споры и скажут, что это карликовая голавня, тогда нам уже будет трудно бороться с соответствующими контролируемыми органами. А мы должны знать, есть она у нас в полях или нет. В первой части речь шла о стрессорах, которые оказывают влияние на развитие растений в процессе вегетации. Во второй части рассказали о препаратах, которые появились в настоящее время, и они способны уменьшить воздействие стрессоров на растения. И в третьей части, она была наиболее длительной и более дискуссионной, обсуждался вопрос, когда же лучше и эффективнее применять препараты, чтобы они, с одной стороны, не привели к удорожанию технологии, потому что в идеале, конечно, каждым препаратам, по каждому вредителю и так далее, и так далее. И с другой стороны, не снизилась эффективность их воздействия. В общем, пришли к такому мнению, что все стрессоры, условно так можно разделить, рукотворные и нерукотворные. Рукотворные, в первую очередь, наши пестицидные обработки и в основном гербицидные обработки, которые в большей степени приводят к снижению урожайности растений за счет своей фитотоксичности. И все остальные, которые нерукотворные, это природные. Это высокие, низкие температуры и недостаток влаги. Хотя, в принципе, если недостаток влаги, то отчасти можно сказать, что он тоже иногда является рукотворным, неправильная подготовка почвы, работа. В этом ключе тоже может привести к потере влаги и потом нехватке ее для вегетации последующих культур. Главный вопрос все-таки был, когда и где, и как применять. Казалось бы, препараты, самый большой стресс, который оказывают на растения, это гербициды. И, соответственно, в большей степени они востребованы именно в сочетании с гербицидными обработками. Другое дело, что, помогая культурам растениям выходить из гербицидного стресса, точно так же препараты не разбираются, они точно так же помогают выходить из гербицидного стресса и сорнякам. А здесь это самое главное проблемой кроется. Проблема полевой устойчивости, резидентности, которая с каждым годом все обостряется. Плюс ко всему такие агротехнические особенности, как густота цинозов на редких цинозах. Гербицид и препараты, он хорошо попадает на растения, это одно действие. В плотных цинозах будет совершенно другое действие. Поэтому все-таки совмещение аминокислотных препаратов совместно с гербицидными обработками, именно в одной баковой смеси, ну, это вещь такая, где-то работает, где-то не работает, и требует все-таки каких-то дополнительных исследований, уточнений с учетом специфики возделаемых культур и агротехнологий, применяемых. Другое дело, что если у нас есть какая-то возможность обработать позже, спустя 5-7 дней, ну, минимум неделю, когда мы видим, что действительно сорняки погибли, тогда мы можем спокойно обработать растения и придать им какой-то старт развития. Это да. Но наиболее благоприятным моментом для обработки является сочетание с фунгицидными и инсидицидными обработками, потому что в этом случае положительный эффект будет наиболее ярким и эффект от него будет, конечно же, выше. Все генетические программы в реализации продуктивности реализуются по одному алгоритму – это геном, ферментом, протеом. И как раз-таки новые препараты, которые сейчас появились на основе именно кислот, особенность и фишка их применения, стоит в том, что различные сочетания компонентов, которые находятся в этих препаратах, они позволяют активизировать работу той или иной части генома, то есть экспрессировать любую часть, соответственно, воздействовать на те или иные процессы, которые будут активизироваться в растении и в результате приведут к тому положительному эффекту, который мы от них ожидаем. И главный вопрос был, когда их применять. По аминокислотам пришли к выводу, что все-таки аминокислотные препараты можно и нужно применять. Как раз-таки только визуально мы увидели, что у нас пил стресс, мы применяем препараты аминокислотные и сразу оказывают положительный эффект, потому что это минимальное количество, как бы растение не стрессовало и метаболизм не был замедлен, не такого большого количества их нужно, тем более они поглощаются и встраиваются в метаболизм без дополнительных энергозатрат и показывают положительное воздействие очень быстро. Но даже если по какой-то причине растения не в состоянии сразу их поглотить, то они депонируются в пуле и потом по мере необходимости получаются растениями и оказывают тот положительный эффект, который есть. А по поводу стрессов они бывают различные и, конечно, если мы рассматриваем проблему выживания растений в стрессах в период получения всходов, и если о зимой хлеба говорить, это перезимовка, а там целая масса негативных факторов, которые приводят к изреживанию гибели растений, то, конечно, двояка может быть применение. Первое – это обработка семян, чтобы на старте защитить растения. И второе, что тоже, кстати, применяется в хозяйствах, это обработка перед уходом в зимовку, когда растения 2-3 листа проходят по мерзлой почве, обработали, и в этом случае действительно растения лучше перезимовывают. Все остальное – это идет сочетание. И когда применять, ну, в принципе, время применения, оно всем известно, мы работаем по этапам рогенгенеза, мы прекрасно понимаем, когда какие элементы продуктивности закладываются в различных культур, именно тогда мы работаем. Ну, плюс-минус, потому что никто отдельно ничем работать не будет. Совпадает с фунгицидной обработкой, сочетаем. И только в крайнем случае, если мы точно знаем, что эффект будет очень хорошим, он перекроет дополнительные затраты на применение и на внесение препарата, ну, тогда можно работать отдельно. Но в основном это, конечно, баковые смеси и сочетания. Если в почве есть недостаток фосфора и калия, то не надо, так сказать, максимальную дозу удобрения азота дать, потому что это может привести к потерям урожая. Следующее, вы много уделили внимания методологии, о том, что очень важно определять картину наличия в почве и питательных элементов, и фосфора, и калий, и кальций, и магний, и сера для того, чтобы адаптировать дозировки, потому что в учебниках все это есть. И на самом деле надо обращать внимание, что надо делать не валовые формы, а подвижные, которые будут включать в себя водные и обменные элементы. И вот это как раз та самая информативность для принятия решения именно по конкретным дозам удобрения. В данный момент следует обратить внимание, что сделать надо анализы на нитратный аммонийный азот именно, а не в целом на общий азот. Это поможет адаптировать и все-таки как-то тоже сориентироваться, какое предпочтение отдать, потому что нитратный азот усваивается быстрее, аммонийный несколько позже, амидный вообще только через листья. Поэтому это тоже раскрывает картину. Важно то, что надо делать, уже переходить на другой уровень анализа почвы, не ограничиваться только гумусом, но и смотреть лобильное органическое вещество, смотреть и качество гумуса, соотношение гуминовых и фуловых кислот именно в мониторинге и сравнивая какие-то элементы. Технологиям об этом потом напишет. Недостаточно просто знать лометрический состав, надо знать адрегатное состояние, водоудержащую способность. Тоже во многом эта методология будет раскрывать, что происходит с почвой, ну и обращать внимание на емкость катионного обмена. Значит, какая в моменте, да, мы продолжили то, что Владимир Владимирович сказал. Действительно, проблема связана с водой, но на самом деле, если много воды, то надо тогда дробное внесение. То есть это как раз будет такое решение. И вот если там, да, корректировка нитратная, аммонийный азот, вы получите результаты. Результаты делаются три дня на самом деле. То есть кто-то еще вообще ничего не опоздал с этим. И результат можно как-то, да, подадаптировать. То есть дробное внесение, оно, скорее всего, сильно не вымоется, да, вот то, что мы обсуждали. На самом деле, вот, чтобы хотелось обратить внимание, чтобы как раз вот то, что и Сергей Владимирович говорила о том, что в зависимости от того, что вы хотите получить, либо равномерно стеблистой, много-много, значит, стеблей одновременно, то тогда как раз надо вот сейчас, в момент, да, вот, окущения сделать дозу азота немножко повысить. Если, в свою очередь, уже у вас, как бы, сорт не настроен на большое окущение, то тогда вот еще вот где-то примерно флаг лист запланировать, значит, обработку, но тоже это мы в резолюции все подробно напишем. Спасибо за внимание.